Сегодня ему исполняется 85 лет, а глаза его так и горят юношеским задором. Он еще полон творческих идей. Бориса Уртенова без преувеличения можно назвать одним из самых ярких и талантливых артистов Карачаевского драматического театра. На сцене он 62 года. Воплотил 170 образов, сыграл более 10 ролей в кино и на телевидении. Но самыми важными своими ролями Борис Уртенов считает те, что сыграны на родном языке. О студенческих годах, о первых ролях, о любимых героях и мечтах. Юбиляр рассказал Мадине Каракетовой. Наверное, нет в республике человека, кто не знал бы знаменитого Огурлу. Именно с этой роли началась творческая биография Бориса Уртенова в Карачаевском театре. Борис Уртенов – один из девяти первых профессиональных актеров-карачаевцев, выпускников знаменитого Ленинградского театрального института имени Островского. В Ленинграде на русском языке работали, естественно. Готовили спектакли. На русском языке первый спектакль наш Аршин Малалан был. Я там слуга играл. Потом поставили Океан Штейн, такой автор был. Тоже там лейтенант играл. Потом Мещане Максима Горького. Я там очень хорошую роль играл. Пролетариата, скажем так, рабочего, который революцию только начинает сознавать, понимать и двигать. Вернулись на родину и привезли четыре прекрасных спектакля. Костюмы наш ректор института подарил нам все костюмы, бесплатно отдал. И мы тут всем показывали, в течение двух лет показывали. Вот остров Афродиты, Мещане, Океан и Аршин Малалан. Но самой большой мечтой молодого актера было говорить со сцены на родном языке. Если нет у народа, нет языка, нет театра, нет народа. Я так думаю. Мы нашли драматурга Шахарби Евзеева, Джан Детлевосин. И он принес свою пьесу «Огурлу». Мы поставили «Огурлу». Там всего восемь человек участвует. А Токчоков Борис Урсенов решил поставить как режиссер. И мы поставили. И в 1963 году в городе Карачаевске, 8 марта, мы показали этот спектакль. Народ весь стоял, смотрел, стоя, аплодировали. Более десяти лет Борис Урсенов прослужил в Балкарском театре, создал целую галерею запоминающихся образов. Но все это время он мечтал вернуться домой и играть на сцене Карачаевского театра. И такая возможность появилась в 1972 году. Вернулись выпускники Карачаевской и Черкесской национальных студий Грузинского театрального института имени Шатару Ставели. Уже 62 года Борис Урсенов на сцене. Он сыграл в 170 спектаклях, и каждый из них имел огромный успех. Пробовал себя в качестве актера кино и тоже успешно. Подводя итог, с которым подошел к 85-летнему юбилею, Борис Урсенов говорит, что он счастливый человек, поскольку... У меня есть двое детей, трое внуков. Это счастье, огромное счастье. Если я сыграл 170 ролей, еще 20 ролей в кино, телевидении, это счастье. Если я уже выпускаю книжки, это тоже как продолжение детей. Это тоже как дети. Это тоже счастье. Если я сегодня с вами разговариваю, тоже счастье. Так что счастье, я могу сказать, что я жил не зря, я счастливый человек. Матина Каракетова, Лебастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.